Добрый день дорогие друзья! Шавуатоу! Хорошей недели! Мы продолжаем наше изучение Торры. Наша недельная глава называется Китеса. Начинается глава с того, что Всевышний говорит Маше, чтобы собрали по пол шекеля. Каждый человек должен сдать половину шекеля священного, в котором 20 монет Гера. Пол шекеля, в общем, 10 огород. Священный 20 огород, в два раза больше. Это была мелкая монета. Всевышний сказал, эти деньги, для того, чтобы искупить души ваши, раз в году соберете эти деньги. Богатый не больше, бедный не меньше, пол шекеля священного. Хорошо. Куда их применить можно? Применить можно их для нужд храма. В данном случае, наши мудрецы говорят, их применили для того, чтобы сделать серебряные подножия. 100 подножий выполнены были из этих серебряных монет. Вот вес ушел. Конечно, нам это непонятно, это выше нашего понимания, потому что, если мы потратим 100 кикаров серебра только на подножие, то там сколько там? 1700, по-моему, в шекеле остается серебра. А сколько же еще изделий нам было из этих 1700 шекелей сделать? Нам было 60 столбов. И нужно было на этих 60 столбах сделать крышки. Это 60 крышек серебряных. И нужно было каждый столб обвить серебряными нитями. И нужно было на каждом же там столбе сделать крючки серебряные, чтобы крепить забор. Это материя. Он из льна, забор. То есть, получается, что-то сильно мало остается. Ну, мы не будем спорить, потому что комментарии это очень серьезные, шутить с ними нельзя. В общем, если нам это непонятно, это значит, что мы еще мало знаем. Теперь так. Для чего еще нужны эти шекели? Для того, чтобы можно было пересчитать народ, допустим. Запрещено. Все вышли запрещают пересчитать так, что в Израиле. Просто запретил и все. Под знаком смерти нельзя. Может, выше нашего понимания. Как животных нельзя считать. Но шекели можно пересчитать. Допустим, если собрать эти шекели, мы можем посчитать, сколько людей. Это разрешено. Даже вот, допустим, если берем миньян. Десять мужчин должно быть на аналитве. Как их считать? По головам считать нельзя. Можно пересчитать кипы, или можно сделать какую-то считалочку, типа там, чтобы рассчитать, чтобы если человек было, там, слова какие-то взять, там, бриллидр, дров, волшебник, глобом в вертолете, там, и так дальше. Вот это число слов, чтобы совпало с десятью, и тогда поймешь, сколько человек есть. Вот такие вещи. А напрямую посчитать нельзя. И очень сильный пример есть к этому. Есть у нас Тора, есть Пророк, есть Писание. В книге Писания есть такая книга, очень сложная, умная слишком. Деврея Мим называется. Их две книги, в конце уже книги Писания. Так, пишется в первой книге Деврея Мим, в двадцать первой главе, о Давиде пишется, что стал Сатан подстрекать Давида исчезнет сынов Израиля. Давид праведник невероятный, все вышли, сам праведником называют. И испытание непростое. Вот ему захотелось пересчитать, так его Сатан поставил, он не выстаивает. Он говорит, Яву, военачальнику и другим князьям, пересчитайте. Ява говорит, так они и так принадлежат тебе, царь, зачем их считать? Не все ли твои, все вышли еще раз, раздаст больше, но зачем считать? Все вышли, говорит, что нет. Говорит, кто здесь царь? И слово царя, конечно, передавило этого Ява, и он считал, пересчитывал, насчитал, пишется, миллион и еще сто тысяч, и это было основно в Израиле, и потом еще пересчитал, четыреста семьдесят тысяч. В общем, но колено Беньямина и колено Леви Яву не пересчитал, потому что этому было противно, и тут Всевышний начинает говорить Давиду, что-то надел, ну, не напрямую, он через рока гада. Давид понял, что он натворил, он раскаялся, просит, прощи, говорит. Говорит он, выбирай. Рок гад к нему пришел, Давиду и выбор дает. Говорит, или три года голод, или три месяца будет тебя враг теснить, или три дня мора. Давид за голову, что мне делать? Говорит, лишь бы не отдать меня в руки человеку. Говорит, выбирай три дня мора. И начался этот страшный мор, напал ангел смерти, 70 тысяч человек умер, твил и пошел уже на Иерусалим, начал убивать. Дальше. И Всевышний пожалел и сказал автору, ангел смерти, сказал стоять. Остановил. Давид молится, и он находится в месте, которое называется гумно Арнана Евусея. Арнана Евусея, он, у него там пшеница, он там пашет на быках, и тут ангел смерти, они увидели ангел смерти, дети попрятались. Давид понял, что надо сделать, и он говорит, я хочу купить это гумно, он понял, что это место, где будет стоять храм. Арнана Евусея говорит, забирай все. забирай быков этих на жертвик принесешь, все деревянное, что там было, и чем он там молотил, это возьмешь на дрова, в общем, все пшеницу, все, все бери, батюшка царь, все, все у меня. Давид говорит, не могу, не могу взять, даром не могу взять. И Давид ему платит 600 шекелей с золотом, полную цену отдал за это гумно, и он сделал жертвенник и вознес жертвы всесильному, Всевышний сказал Ангелу смерти уйти, и он ушел. И теперь, после этого нам стало известно место, где будет стоять храм. Это место, где врагам приносил исхака на жертвы, Гавромория называлась раньше. Вот так вот. Такие вещи мы узнаем. Самое главное из всего, что мы учим, что ни в коем случае пересчитывать нельзя напрямую, нельзя как животных, по головам считать нельзя. Допустим, мы берем, когда царь Шауль считал, они каждый выстроил по огненку, пересчитали огня, допустим, вот так это считается. Или, как мы видим, в этой голове Шекере считается. Вот так можем посчитать. И есть другие вещи, когда все вычислили, да, пересчитайте. Да, мы получили указание в Эбе-Медвар пересчитать колено и пересчитали. И то, наши мудрецы говорят, брали с каждого монетки и пересчитывали. Не считали все равно напрямую, даже так. Вот так вот. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан «За бояя души» Берт Абад-Исраэль, в памяти Яков Беннахум, Владимир Берригорий, Павел Бенефим, за здоровье Светлана Бат-Клара, Шимон Бенецхак, Борис Бенна-Мария, Анна Бат-Ривка, Полина Перв, Бат-Соня Сура, Лен Бат-Клара, Жень Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Ефим Бенестер, Двойра Бат-Мирьям, Моисей Бен-Ева, Ирина Бат-Двойра, Йоселин Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бенберт, Евгений Бат-Ита, Фира Бат-Ана, Геннадий Бенна-Ирена, Моша Бен-Маня, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан Бенцара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Малка Рут Бат-Соня, Юлия Бат-Белла, Яков Йосип Бенрахель, Шимон Бенмира, Фейка Бат-Берта, Ася Бат-Гона, Марбин Нина, Йосиф Бенфрума, Леор Бенклара, Леор Бет-Двойра, Низ Бендахум, Эвгар Бат-Цара, Хан Абат-Аврагам, Рафаэль Ариалей, Бен Лариса, Параса и Брют, Владимир Бенрая, Марина Бат-Рая, Анна Бат-Александра, Борис Бенмарина, Алексей Беннаталья, Всего хорошего, Легу Марченко. Всем браха, Параса, Кавана, Мазл Тор, что мы это время не грешили. Учили Тору. Всем желаю крепчайшего здоровья. Пусть срочно закончится и до следующих встреч. Надеюсь, состоится завтра в 15 часов. Шалом.